Итак, лабораторная работа номер 3. Вариант цикл с параметром, когда у вас необходимо выполнить задачу, у которой шаг изменения отличается от единицы либо минус единицы. Ну, в частности, встречаются вот такие задачи. Например, вычислить и вывести, напишать значение функции при изменяющемся x, от x1 до x2, с произвольным шагом. То есть, может быть, не единицы, может быть, и отличаться. Так, ну и давайте сейчас это все реализуем в виде программного кода. Так, начинаем с заголовка. Так, дальше вам понадобится переменная. Так, и это будут параметры цикла. И они будут у нас самочисленными. Так, дальше нам понадобится x. Дальше x начальное, x конечное. Понадобится шаг. Дальше понадобится вычисляемая функция. Так, и сделаем их, соответственно, вещественными. Так, если что-то забыли, в последующем добавим. Так, сначала при помощи там в окно оператора выводы, пишем себе комментарий. А именно, видите... А именно, видите... Вот эти значения в том порядке, в котором написали. Так, ну и... Сейчас... Для того, чтобы использовать цикл с параметром, для того, что у нас начальные и конечные могут быть не целочисленными, а вещественными значениями, ну и шаг может быть отличаться от единицы, либо минус единицы. Поэтому мы воспользуемся циклом с параметром и почитаем относительный шаг. То есть, сколько нужно произвести действий для того, чтобы выполнить, соответственно, от начального до конечного значения с этим шагом вычисление искомой функции. То есть, для этого воспользуемся функцией преобразования типа в целое наименьшее по правилам округления. Так, дальше из x-конечного мы читаем x начальное делим соответствующий шаг тем самым узнаем сколько раз нам необходимо посчитать эту функцию ну и плюс соответственно единица так, присваиваем x начальное значение минус шаг дальше начинаем писать цикл с параметром изменения от единицы до количества вычисляемых раз искомой функции даем так, ввиду того, что необходимо выполнить несколько операторов применяем составной оператор не забываем тело цикла которое начинается begin заканчивать end с точкой так, здесь вычисляем текущие значения x-ы которые нам необходимо вычислить дальше вычисляем искомую функцию как квадрат x плюс x кубе давайте еще раз воспользуемся функции разведения квадрата если мы умножим на x чтобы получить так, ну и делим на косинус x квадрат пишем функцию косинуса дальше функцию разведения квадрат x скобку закрываем то есть количество открытых должно соответствовать количеству закрытых скобок так, дальше при помощи стандартной стандартного оператора вывода выводим текущий x и при текущем x соответственно искомую функцию программу так, вот написана программа так, ну и сейчас выпускаем программу сначала проверяем проверяем на наличие ошибок и если ошибок нету выводит соответственно на экран сообщения допустим до 15 шагом 2 по и по исходя из при единице и последующие значения то есть у нас получается следующая величина шаг можем загад другим шагом например 1 до 10 шагом полтора полтора так и опять у нас выводят все значения от единицы до десяти шагом полтора виском и соответственно функции так вот мы выполнили основной этап так теперь переходим к следующему этапу например к электронной таблице представляем здесь пишем слово параметр здесь пишем слово значение там дальше пишем h x конечная с начальная и 10 пора ну там дальше при помощи функции так начальная там делим Так, получили 7. Следующее действие. Так, следующий параметр, то есть это единицы, это 7. Так, следующее действие x равно превращение x плюс шаг. Так, мы сделаем следующим образом. Для того, чтобы шаг у нас постоянен, чтобы он не перемещался, мы зафиксируем его. Так, текущее значение x. Нас будет изменяться. Так, увеличиваем разрядность, чтобы нам увидеть правильный вариант. Так, ну а дальше делаем следующее. Скопируем. Уставим. Так, и заменим. То, что необходимо заменить. Эти функции, которые соответственно отсутствуют в нем. Так, ну и результат у нас сошелся. Так, следующее действие. Направляем, соответственно, в лабораторную работу. Да, сейчас следующее делаем. Так, и здесь опять расправимся. формулой. Так, x в квадрате, x в кубе, так, ну и здесь косинус, опять x в квадрате. Так, условия задачи мы оформили. Так, следующее действие, то есть мы копируем скоб программы, вставляем, ну и опять пытаемся начертить блок-схему данного алгоритма. Итак, начинаем сначала. Дальше ввод. Дальше у нас вычислительный блок, в котором будут два действия. вычисления. это. Дальше вставляем блок-цикла, где опять у нас будет использоваться вычислительный блок. и два вычислительный блок. Два вычисления. Так, дальше будет блок вывода. Дальше будет блок вывода. Так, ну и конец. Так, опять при помощи соединительных линий со стрелками показываю направление выполнения алгоритма. Так, ну и начинаем заполнять блоки. Так, начало. Дальше ввода значений. Так, дальше ввода значения. Дальше. Параметом цикла, который изменяется от единицы. Даем шагом один. Дальше опять вычислительный блок. Дальше. 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 Так, ну а дальше X. Так, ну и заканчиваем выполнять. Так, ну и вот что я себя представляю. Вот схема X. Ну и последним этапом защищаемся. Натема лабораторная работа.